Как вы думаете, как нас видят на Росети? Может, так? Нет, 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 нет. Так вас вижу я. Может быть, вот так? Нет, так вас снова вижу я. В реальности же на Росети видят нас примерно вот так. Обалдеть! Да? Не знаю. Давайте разбираться. Забыл представиться, перед вами я, Янгв Поппис. И давайте же отправимся в путешествие, где сами звезды склоняются перед нами. Вы собрали больше 100 тысяч лайков на предыдущей части Янгв Попписа. Зачем вы это сделали? Вы что, ну, вы реально конченые? Это же просто мега абсурд. Ты такой говноед, чел. Лол. А значит, вы готовы вступить в мир, где реальность переплетается с воображением. А бескрайние просторы космоса становятся театром самых грандиозных открытий. Встречайте нашего гостя. Какие современные открытия в астрологии вы считаете самыми значимыми? В астрологии никаких. Астрология не имеет никакого отношения к науке. Соответственно, астрологические фантазии никак нельзя считать открытиями. А как астрологи поняли, что у звезд есть планеты? Не астрологи, а астрономы. Особенности планеты есть. Угу. Несмотря на то, что я чуть не уснул, вот следующий вопрос. Какое самое большое небесное тело открыто на сегодняшний день? Если говорить о звездах, то самые большие звезды имеют размеры примерно с нашу планетную систему. А вот эти небесные тела, они больше Бурж-Халифы? Они, повторяю, больше нашей планетной системы в целом. Я просто хотел напомнить, что высота Бурж-Халифы это 828 метров. Ну да. Ё-моё, смотрите какие новые крутые скины. Сколько это стоит? Обалдеть. Но есть же тестики с ихфришными и не менее крутыми трежерками. Ты посмотри, сколько их, чувак. Каждую из них можно забирать ежедневно, а что самое главное, бесплатно. Вон, держи, забирай 18 новых коллекторов. Ну или собери вообще их всех и хоть 45 забирай. Только сделать это будет в разы дешевле и проще с тестиками. И не забывай, там просто очуменные арканы на Вингу искай. А выполняя простейшие задания на 15, 30 и 40 уровне, получай фришную трежерку с арканами. Ё-моё, ёжики, даже ДК-хук. Он, между прочим, немало денюшек стоит, господа. Видишь, нового Аладдина на ПЛ и Аладдиншу на Антимаге. Я могу хоть одновременно залутать в новых мультификсах и мультикастах. Да хоть три шмотки. Вообще жесть, что в мультификсах можно получить гарантированно сразу три шмотки. А ты только посмотри, как с любовью сделана каждая анимация. А в мультикастах так вообще сразу четыре по цене одной шмотки можно получить. Такого буквально ни у кого нет. Не, я серьёзно говорю, ни у кого нет. Ну а ты, дорогой зритель, не забывай ставить видео на паузу, лутать этот лютейший промик у тебя на экране. И получишь 15% к пополнению, а также халявную сокровищницу. Земля плоская и висит на нитке. Земля приблизительно шарообразной формы. И ни на чём она не висит. Как работают телескопы? Собирают поток света, преломляют и отражают так, чтобы он весь попадал к нам в глаз. Какая зарплата у телескопа? Зарплаты у телескопа нет. Но зарплаты тех, кто обеспечивает его работу, достаточно ощутимы. Чему равна плотность? Ну, плотность равна массе, делённой на объём. Без формул. Какое число? А без формул не получается, потому что у каждого вещества плотность своя. Почему до сих пор не сжали воду? Почему до сих пор не сжали воду? Ну, её удаётся сжать, но очень незначительно. Одна вода равна десяти сжатым водичкам. Нет. Нет уж. Буду ли я апать ММР быстрее на квантовом компьютере? Ну, квантовые компьютеры пока, к сожалению, практически не работают. Я не знаю, что такое апать ММР, но, вероятно, когда будут созданы полноценно программируемые квантовые компьютеры, то есть такие, которые можно настроить на решение серьёзной задачи. Вероятно, и эту задачу можно будет решать быстрее. Я буду ждать, потому что на обычном компьютере не выходит. Мир трубочка и висит на нитке. Ну, оно сделано в виде трубочки. Не совсем так. Зачем физика, если есть химия? Ну, есть основания полагать, что химия – это один из разделов физики. Пришельцы. 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 Ну, пока неизвестно никаких законов природы, которые бы запрещали их существование, но также неизвестно никаких доказательств не того, что они у нас побывали, а того, что они вообще хоть где-то существуют. Космические желейные чудики. У пришельцев летающие мотоциклы. Ну, я думаю, что если у них есть техника, позволяющая преодолевать межзвёздные расстояния, то и бытовые проявления этой техники мало похожи на наши. Почему физики изучают камни вместо создания секс-роботов? Потому что секс-роботов создают те, кто использует закономерности, открытые физиками. А сами эти секс-роботы не могут изучать камни вместо физиков? Тогда им будет не до секса. В натуре, действительно. Нет науки древней, чем что? Чем астрономия. У людей могло не быть языка, инструментов, технологий. Но что всегда было над их головами? Яйца. Яйца всегда были над нашими головами и перед нашими лицами. Взгляните на этот снимок, сделанный впервые в 1860 году. Это созвездие яиц, открытое австралийским астрономом Какопупом. По одной из легенд, Какопуп спутал ярчайшее и древнейшее созвездие яиц с гениталиями парня своей жены Джон Лупи, так звали этого молодого человека парня его жены, оказался в нужный момент в нужном месте, пока Какопуп любовался неотразимой картой небесных тел. Джон расположил свои яйца прямо на телескопе Каки, так что Какопуп оказался за Лупием. Кака был увлечен новым созвездием и никак не мог понять, почему он больше не видит его на небе. Он был поглощен поиском небесных яиц. Дни напролет он штрудировал всю космическую бесконечность, пока в один день и не обнаружил то самое созвездие яиц. По счастливой случайности, это произошло в тот же самый год, когда он увидел яйца Лупиа в телескоп, находясь непосредственно за Лупием. Вот еще несколько интересных небесных отрезков. Малая медведица, большая медведица, пьяная медведица. А вот другое. Созвездие Пекаря. И, конечно же, Кассиопея, который в 2010-м выкупил немецкий бренд Вольсваген. Все эти созвездия были открыты за последние 4 тысячи лет. Но какое же самое древнее созвездие было обнаружено на небесном Пузе? Созвездие, которому уже более 100 миллионов лет. Созвездие вечной любви. Ну что же мы все о звездах? А как мы выглядим для звезд, если бы они смотрели на нас? На нашу планету? Какой бы формой была наша планета? Если честно, меня не удовлетворил ответ Купитмана. Земля плоская и висит на нитке. Земля приблизительно шарообразной формы. И ни на чем она не висит. Я решил рассмотреть другой, альтернативный источник информации. Плоская земля. Для начала вы же не против, что это будет запись? Это как подкаст у нас идет на YouTube. Да. Хорошо. Почему человечество вообще скрывает самые очевидные факты их бития и окружающего их мира? Ну, это достаточно простой вопрос. И ответ на него при всей вроде бы сложности, он тоже достаточно прост. Действительно простой, 8-секундный вопрос. Столь же элементарно объяснился за какие-то 40 минут. Человеческое сознание, все мироздание целиком. Сейчас будем считать, что они все достоверны, не могут быть ни видны, ни осознанны. Но клоны это некие шарики, набитые в другой шарик. На каком планетарном месте ты находишься? Угу. Очень даже интересно было. Почему от людей скрывают факт плоской земли? И ответ был еще в 4 раза дольше, чем предыдущий. Но что я понял за него? Нужно сразу начать с того факта, что земля плоская. Нужно исходить из того, что земля плоская. Максим Андреевич был пилотом. Собственно говоря, я и сам летал одно время. У меня был такой эпизод в военной биографии. Я летал на самолете-разведчике в качестве наводчика. Как-то там ракеты летят странно, и поэтому земля плоская. Полет артиллерийской системы. Ну, так сказать, снаряд из артиллерийской системы. Пилоты не используют глобусы. У них карты бумажные. Ну, я вынужден просто заострить внимание, хотя этот факт знают все. Не держат в кабине пилота дальнего планера глобусы. Там держат карту. Любой штурм работает с картой. И вообще люди, которые занимаются там полетами, ракетами, они рассчитывают все на плоской карте, а не на глобусе. Практика тех людей, которые вынуждены реально работать с пространством, она игнорирует факт шарообразности Земли. Не все очевидное, что очевидное. Максим Андреевич в крайней степени образованный. Я понимаю, что вас немного смущает его теория по поводу плоской Земли, но по его лексикону и терминологии можно смело утверждать, что он человек-ученый. Мне было действительно очень интересно это все слушать, и я решил задать закономерный вопрос. Это кривую поверхность вот этого расширяющегося пространства, которое плутит границей Вселенной. А оно впуклое или наоборот как бы выпуклое? А это сейчас не имеет значения. Это просто... Это вообще в том модели... Вы дослушайте, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Вы смотрите на эту поверхность, и от этой поверхности... Но если вот так вот сказать, она больше вообще впуклое или выпуклое? Ребят, еще раз, давайте мы с вами... Давайте с вами. Я еще раз попробую проговорить. Если вы будете терять мысли, вы лучше спросите, что вы потеряли мысли. Если вы пытаетесь... Вы просто сейчас пытаетесь найти перпендикулярные ходы от стандартного хода объяснения. Я вам модель рассказываю. Вселенная — это космос, и она как бы впуклая. То есть она внутрь направлена или выпуклая, внаружу? Смотрите. Вы рисовали такую диаграмму? Х и Y. Да, координаты. Перевернуть этот листочек на 90 градусов. Что-нибудь изменится? Цифры будут боком написаны. Ну вот и все, понимаете? То есть не имеет никакого значения. Впуклость и выпуклость, она находится только, исходя из где находится некая точка отсчета. Понимаете, да? Да. Черные дыры, и из них вообще ничего не вылетает, потому что детские они такие большие, что... Но вот черные дыры как раз-таки впуклые, в них все падает. Я правильно понимаю? В них время пропадает, в них пропадает пространство. Пуклость, пуклость — это, ну, из другого орбера. Пуклость к физике не относится в данном случае. Если хотите, я просто не понимаю, что вы вкладываете в слово «выпуклые» и «впуклые». Я же еще раз объясняю. С точки зрения пространства, структуры этого нет. У Вселенной не может пуклой быть или выпуклой. Она либо есть, либо нет. А пространство? Значит, смотрите, мы с вами никогда не сможем добраться до конца описанной моей модели. Просто я не могу ее вам описать, потому что вы мне задаете вопросы все более-более простые. Стакан. Берете стакан воды. Вот стеклянный стакан, не в пуклый никакой. Просто стакан. Он говорит, бесконечный стакан. Вот вода в нем выпуклая или в пуклая? В пуклая. Почему вы так считаете? Ну я не уверен точно, но стакан же в пуклый вниз, как бы, и вот туда вода попадает, и она в пуклевается. Так, ладно, все, он не сработал. Давайте так. Вы погрузились в океан. Видите, вот эта вода в пуклой или выпуклой. А вот эта вода не в пуклая, не выпуклая? Ну так вот я вам расскажу. Вмещающее пространство не может быть в пуклой или выпуклой. Они полагают, что Вселенная когда-то одновременно возникла в точке и начала расширяться. В точке была в пуклая? Ребят, еще раз меня перебьете, закончим. Все, ну, надоело, честно. Простите. Вы, вы, вы это самое. Только что же обсуждали. Ну вода какая? Вода в океане какая? Пуклая, выпуклая. Пуклая? Нет. Какая? Пуклая, выпуклая. Ну что мы сейчас вот все, давай заканчиваем. До свидания. Она не такая и всякая вода. Ну то, что она типа не имеет значения, это не так рассматривается отрезок. Слушай, мне вообще, я ассистент, мне вообще до пизды. Ты свою проебал возможность нормально попиздить. Так он не может про пуклость и выпуклость рассказать. Я же его нормально спрашиваю. Человек не подкован в теме. Ты можешь кого угодно. Ты дурак, я подкован в теме. Ты хуйню спрашиваешь, блядь. Иди нахуй, блядь. Да нет. Я же буквально спрашиваю простейший вопрос, а вы не можете. Я засыпался, делал, блядь. Ой, бля. Ты дурак, иди нахуй. Я абсолютно не расстроен и не обижен на Максима Андреевича, что он так отреагировал на вполне логичный вопрос про пуклость и выпуклость. И у этого есть основания. Он не смог прийти в первый раз, когда была назначена встреча, потому что он забухал. Скорее всего, к моменту записи у него было сильное похмелье. И тут вот Додик в очках спрашивает его про пуклость и выпуклость воды. Ну, вы поняли. Слушай, ты дурак, я подкован в теме. Ты хуйню спрашиваешь, блядь. Иди нахуй, блядь. А пока вы проверяете всю информацию, которую вы услышали в данном видеоролике, ссылки на которые не будут размещены в описании видеоролика, я бы попросил вас поставить лайк, нажать колокольчик, кнопку перекрута яиц. И когда это видео соберет 200 тысяч лайков, я сделаю всё. Не, я реально сделаю всё. Надо будет сосать, буду сосать. Надо будет делать Янг в Попис 3, я сделаю Янг в Попис 3. О чём он будет, я без понятия. Я Янг в Попис. Я аристократ. Я шутник. Я Джокер. Давайте попрощаемся. Продолжение следует.